А? Тебя охота выглядит умной или что? Нет, не охота. Так ты это не делай, не умничай. Я же не была умной никогда, я не пытаюсь. Ты должна молчать, я тебя знаю хорошо. Я тебе сказал, ты только молчи и молись. Христос перед Пилатом не отвечал ни слова. Ну как это можно переходить, когда я тебе сказал? Ничего не надо, молись и никакое грешное не надо это выламывать перед ними. Вот она себя считает, она сводит грешно, а мы такие молимся, чем мы хуже тебя. Дальше уже на вороты идут. Не должно этого быть. Все сказала? Да. Вам нужен лагерь? Или нет? А? Нет, я спрошу ей. Мне? Да. Я собираться мне надо. Ну иди с Богом. Так, я сейчас скажу. А он еще хотел сказать? Нет, я ей скажу. Ну давайте, говорите. Поведение священника, которое описала Нина, оно очень необычное. Поэтому я считаю, что здесь рука Божья. Вот, потому что я внимательно ее слушал и скажу так. Правильно он сделал. И через этот случай она что врачует? Просто чудовищная гордыня. Просто зашкаливающая тщеславие. Вот чудовищная гордыня. Обратите внимание, в рассказе половина она рассказывает, какая она хорошая. Задача лопаста. Расскажи ситуацию. А человек должен рассказать ситуацию. Как произошло? А она рассказывает про себя. Кстати, очень многие женщины, я даже смотрю доклады учителей, они вместо того, чтобы рассказывать по сути, они начинают рассказывать, какие мы хорошие. Это очень интересное женское свойство. Себя хвалить. То есть в данном случае абсолютно чудовищная гордыня. Вот противоставление меня, меня, меня и они. То есть если дано проявлять истинное смирение, священник ей сказал. Ну, а что бы ты ответила? Зная, какие у нее немощи, зная, что там какие немощи, ну, Господь ей прокаженных принимал. И блудницу. Да, я вот такая, да, вот у меня такой образ жизни, да, я платок. Ну, да, сумасшедшая. Да. Аминь. Ну, вот прими меня как блудницу. И все. То есть оправдываться, говорить. Просто это на самом деле действительно чудовищная гордыня. Вот. А теперь следующее. Здесь надо обратить внимание, архиерей сказал благословение. Все. Я-то как раз наоборот считаю, что здесь, тут надо уже проявлять послушание священному началью. То есть это раз. Не баб слушать на приходе. А, кстати, обратите внимание, некоторые советы привели именно к конфликту. Вот есть особые бабьи советы, которые, если ты их слушаешь, они приведут еще к хуже. Это, я считаю, провокаторы. То есть есть такие люди. То есть они тебе советуют типа по-доброму, в реальности будут еще хуже. Вот надо всегда вычислять у этих провокаторов. И им больше совета никогда не слушать. Есть такое. Вот. И поэтому здесь надо, они что-то советуют. Не надо, не надо. Если священнику нужно было, он сам бы подошел. Вот. И поэтому митрополит, я получил благословение митрополита. Пришла на богослужение, стала молись. Значит, будет выгонять, скажу, отча. Вот. Ну, во-первых, скажите. Ну, вот пришла к вам блудница, почему меня выкидываете? Да, раз. Второе. Я получил на это личное благословение при свидетеле митрополита. То есть он мне благословил. Не надо говорить, вы должны его слушаться. Он мне благословил. Он сказал, мы тебя выкинем. А я говорю, храм является общественным местом. К нему доступ свободный. Просто так человека из храма выкинуть не можно. Я напишу заявление участковому. Все. И больше, что называется, не выпердываться. А ситуация, она обнажила действительно дичайшую гордыню. Дичайшую. Это рука Божья. Вот все эти искушения, они... Вот любые искушения, они показывают, где наша слабина. Вот всегда Господь... А вот эти искушения, любые. Сейчас я принесу один документ. Так, оговорите, сейчас. Да, то есть они показывают, где у нас абсолютная слабость. То есть если нас вот так вот смиряют, что значит Господь показывает? Гордое чрезмерное. То есть я могу сказать даже по себе. Было время, когда вдруг начали мне приходить письма с оскорблениями. Да ты такой, да ты сякой, да матом, да трехэтажным, да пятым, десятом. И критикуют, и критикуют, и критикуют. Прям как поток писем идет. То есть спрашивают, для чего? Я говорю, ага, значит Господь мне показывает? Гордый, тщеславный. Что тогда надо сделать? Я эти письма взял и начал сам публиковать на своем сайте. То есть открыл страницу. Я, правда, назвал наши награды и благословления. Цитаты из Священного Писания показывают, что если нас ради имени Божия хулят и оскорбляют, и так далее, и так далее, то это благословение. Это на самом деле, это даже оно из... Это блаженное. То есть блаженство исполнение. Зачем тут противиться? Я начал выкладывать. Человек мне написал худое письмо. Я сказал, ваше опубликовано. Вот здесь прямо. Вот все, что вы писали. Я там не писал, вы знаете, вот этот человек неправ, он неправ. Да я вот так делаю. Просто, просто публикуй. И вы знаете, все, тут же отрезало. Почему? Искушение дается там, чтобы показать слабое место. А где слабое место нет, чего человеку искушать? Все? Спасибо, Игорь Стос. Потому что и смирение у вас на самом деле, оно лицемерное. Вот. А как определить? Вот. Оно лицемерное. Оно в том-то и проявляется, какое-то смирение. То есть не надо оправдываться, не надо думать, что они плох. То есть надо почему. То есть вот многие абсолютно не осознают очень важную вещь. Первый символ веры. Верую в Отца Вседержитель. Вот принципиально важное – Вседержитель. То есть практически он главный. То есть все остальные, будь то сатана, будь то люди – это веники, которые Господь бьет на шкодившую собаку. Люди в основном обращают внимание на веники, а на самом деле он Вседержитель. То есть Господь показывает вот что. Ну и вот видите, как все происходит. Я считаю, что это просто зашкаливающая гордыня тщеславия. И поэтому это же все идут молиться, а она стоит. Подвижница. Ох, как она довольна внутри. Это тоже проявление тщеславия. Зашла в храм и молись. И что-то не выпёрдываться. Сейчас у нее положение такое, что она уже не может заходить. Они ее четко выставили, она должна там молиться. Вот тут она должна показать свое смирение. Так вопрос, я считаю, закончили, не нас. На сегодняшний день все так же остается? На улице стоишь. Как? На улице стоишь. Да, на улице. Все. Больше не надо ничего. Они взяли замок и сказали, мы выходим, пока ты не выйдешь и будем домой. Все, все не надо. Мы едем в это село. Едет 9, кажется, машин. 46 человек. С нами есть корреспондент. Мы знали, что набрали Евангелие. По всей деревне мы идем и приглашаем на встречу в клубе и раздаем Евангелие. Но нас опережает местный их настоятель. И все по всему селу расклеивает вот это. Вот это сняли наше. Почитайте слух. Вот, подойди, Володя, как-то остается. Считайте слух. Это лучше, наверное, это, показать людям. Ну, это прочитайте. Осторожно, секта, дорогие братья сестры. Обобщается к настоятельной Никольской церкви Игорь Чернодаров, приходской совет и прихожане. У нас в селе пытается пустить корни религиозная организация великого православного проповедника Игоря. Игорь Игорь. Я тихо. Да, звонят, все придумали. В кавычках. Эта организация прикрывается вывеской русской православной церкви за рубежом. Игнатий Лапкин через своих представителей, Познякову, Тамару Дмитриевну, и же с ней пытаются вести проповедь в нашем селе. Дорогие братья и сестры, будьте бдительны. Это православные только по названию. По сути, это волки в овечьих шкурах. Четвертый. Да это самая настоящая секта, жирно выделена. На проповедь в нашем селе у них нет разрешения ни епископа Максима Барнаульского, ни алтайского, ни благочину, ни местного священника. Прислушайтесь к совету Церкви Христовой, не ходите на сборища нечестивых. Хотя тут написано приходской совет, это я от себя комментарий делаю. Которые хотят проводить на квартире Позняковой или у Никольского храма. Ныне еще раз призываем, будьте бдительны. Не изменяйте вере своих дедов и прадедов. Будьте до конца верны русской православной церкви, московского патриархата, по своему храму. К своему храму настоятелям. Это я приготовил местному митрополиту дать. Ему сказали, он только одно, тяжелый, больной человек. Ну а зачем ты его держишь священником? Вот и все. А мы корни там пустили. Он никогда не встречался. Приехали и встретились ни под каким видом. Приглашать они стали останавливать людей. Где у нас, где было в клубе, отказали. Там они пошли туда. Давай, говорит, свидетели Иеговы. Вот это слуги сатаны. Потому что сплошная абсолютная ложь. Это не православные. Они православные. Ну какой я перед ним. Но я себе скажу, что мы православные. Это будет что у меня? Гордыня. Я обязан засвидетельствовать. Я своей жизнью засвидетельствовал. Мы православные. И мы приехали, что-то там говорили? Нет. Направляли людей в другое место? Нет. За 43 года ни одного никуда не направил, как только в храмы московского патриархата. Это загадка на столетия вперед. Когда люди узнают, да они что, все по пусть сумасшедшие что ли? В нашем селе ничего не было, говорит. Но я говорю, собирайтесь несколько человек. Теперь ехать к архиерею. Добивайтесь храм и прочее. Но нынче, когда патриарх сказал, что должны везде заниматься. Сейчас скажу только предложение буквально. Заниматься этой миссией. К нам позвонил из Романовского района, батюшки знакомые. И в Барнаул батюшка говорит, да я не езжу никогда. И от нас целая группа выехала, она ездила. И все это засняли. Прекрасно все прошло, архиерею доложили. А потеряли-то уже сколько? Полвека потеряли. И архиерея был там, и люди собрались, довольные, провожают. Но одно маленько не выполнили. Потому что торопились, приглашали обедать. Я сказал, не надо, скорее домой, чтобы вовремя приехать. Я далеко очень. Это можно было раньше сделать? Конечно. Тут другая ситуация. С ней другая ситуация. Ну, понятно. Так, Галинка, ты поехала? Нет, еще. Нет, еще разговаривала. Так, получила? Кого? Справку? Нет, от кого? Ну, от я, у Ливии написал. А, она у Ливии? Ну, конечно. Ну, понятно. Потому что... Ваня написал. Так, подождите. Со мной теперь разговор. Ну, вас наполнили не эту деревню этим. Они всячески мешали. Поставили старосту. Здоровый, крепкий мужик. Он стоит трехэтажем матом, кроет. Вы тут приехали, а сделать ничего не могут. Звонят, ОМОН вызывают. ОМОН? А ОМОН спросил, что они делают? Ну, что там не удалось? Мы перекрыли дорогу. Вот это Тамара Дмитриевна, муж учитель физкультуры, он открыл школьный подвал, там, ну, где-то, зал. И они там. И они туда врываются. Врываются. А в это время у нас считается послание патриарха Кирилла. Понимаете? Так ОМОНовцы врываются? Да нет, конечно. Нет. ОМОН сказал, что они делают? Ох, набьют? Нет. Но они поют там. Ну, и вы пойте тогда, говорит. Они ничего больше не могли сказать. Староста этот умер, его уже нету. Бог его убрал. Здоровый, как дуб человек был. Как будто никогда его не было. А мы живы, ходим, проповедуем. Мы ничего не говорили, кроме одного, что люди познать и Христа. Ни разу, нигде мы не сказали, как мы могли сказать? Я что, верьте там по-другому, не по-православному или где? Здесь не надо ничего говорить. Это наследие Сергея Строгородского. Вот это не конкордация власти, это полная подстилка. Это везде было. Как только Сталин разрешил в 43-м, ну, Берия со Сталином, родили московскую патриархию. Ну, за их подписью было. Всех объявили вне закона. Всех, которые архиереи были, все это предатели, это враги народа, всех под нож пустили. В мировой истории не было, чтобы мучеников, исповедников церковь признала врагами. Это единственный в мировой практике случай. И вот это все осколыш, это их отрыжка идет. Ни один, ни два. И мы все это засняли. Я архиерею на диске. Они приехали, ну, давайте перелеснем страницу. Ну, любят, перелеснем страницу. Кто запомянет старое, кто глаз вон, я говорю, а кто повторяет, тому оба вон. Я вам что сказал? Решение вопроса только одно. Те настоятели, которые лгали, которые вызывали милицию, это заснято вот на пленке. Вызвайте в эрпархию, и мы пред вами, владыка, это все давайте разберем до конца. Болезнь лечится открытой раной, исповеданием. Ни под какие-то не пошли, а его поставили романом епископом теперь. А он только, Игнатий, выезжайте поскорее. Игнатий Тихонович, выезжайте поскорее. Вот я говорю, в Гадаринске, когда утонули свиньи, они кто, уходите посюда. Я знаю, что есть синдром это. И вот оно, пожалуйста. Архиерейн это что ответил? Ну что вы на него смотрите? Ну тяжело, больной человек. Это разве ответ? Он не сказал, что ты гордый там или... Откуда тут гордости? Моего совершенно ничего там нету. Мы деревню эту вдоль и поперек прошли. Там 10 евангелий, кажется, было. Мы привезли туда тысячу. Все раздали. Бесплатно, конечно. И всех направили в храм. А что не ходите в храм? А в храм-то ходит 5-6 человек. Нас в чем могут они обвинить? Гордость. Ну гордость это не то, что я надену медали, как сейчас это в Казахах. Ну вот от меня вот этот... Боряск приехал-то. И в алтаре трясут это мы. Знамена казацкие в церкви понанесли. Это не гордыня. И ходят там подрясы все эти у него планки, там медали. И ходит трясет во время службы. Надо это службе? Вот где гордыня-то. Притом гордыня уже никакая. Это на крови ночью. Это даром медали не дают в армии. Ордена. И кого защищал? Ну, надо. Я говорю, надо. Ну, знаете, конечно, современный режим. Я бы не благословил. Тебя что, режим спрашивает? Конкретном случае убивать или не убивать? Царь в Афганистан даже не заходил. Послали туда сколько? 14 700 гробов. Более 50 тысяч коллег. И сегодня за что? Устинова нету, министр обороны был. Брежнева нету. А вы остались с попой, по-прежнему стоите и кодите. Оттуда пламя из огня вырывается вечного огня. Это безбожество. И не зря говорят, церковь сатаны, говорит, или самая крупная секта. Весь интернет наполнен патриархом и другим. Но мы не можем туда голос подать. Мы можем только свидетельствовать о Христе. Прямо говорить. Христос умер за нас. Но он не поверил убивать. А кто душу положит? Так вы душу вытряхиваете из людей. Вы не полагаете душу. В Афганистане за кого полагали душу? Покажите. Другое государство. Амина кто поставил? Вы подставили, но почувствовали, что он уходит. И там охраняют его КГБ. И отсюда посылают других КГБшников. И не предупредили своих всех смели. Больше 30 КГБшников убили. А сегодня пишет дерево среди Кабула. Все это описано. И ни одного не предупредили. И его убили. А перед этим пытались оторвить, не получилось. И жену, и детей всех убили. И все, кто не пишет сегодняшние воспоминания из ГРУ, офицер. Как они сумели подорвать сначала телефоны, нашли где колодец, бросили туда и все. Гнали туда, и священники-то благословляли, а теперь отпевают. Про этих я не говорю, зверье, но вытащи выкармыш. Но насчет Афганистана вряд ли они что-то благословляли. Сегодня они всех отпевают это. Это афганцы, специально у них отдельное общество, афганцы. Мне можно идти? Можно тебе идти. Ты поняла? Да, спасибо, Господи. Ни худа в другом месте не идти. Стой, молись. Спасибо. Задительничка, мне что-то будет, мне что-то будет, мне задание такое, Задание такое, завтра, если только от нас звонок поступит, как связать, я не знаю, чтобы Миша открыл мою комнату. И как в мою комнату, где я печатаю, заходишь, сразу влево, со стеной снаружи, и там, ну, руку сунуть, там ящики сверху лежит печать, такая продолговатое, открыть, и на наш документ поставить печать, что ребята наши, новые, перечисленные, они едут. Так, ай, момент. Буквально, ну, вину халатна. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, да Ну, видели Ну, тут перевод на английском, конечно Сегодня другие люди Нам нужно вписать на банки и поставить печать Вот о чем я говорю У нас другие, которые ехали в Грецию, в Германию Непрерывно Вот нужно тут другие только имена вставить наши и все Всего доброго, спаси Христос, Максим Говори Так, я для чего нужен, объясните Какое я отнимаю отношение к этим... Нина ушла, Нина идет уже, бежит Беги, Нина Нина уже вон по городу бежит Что еще? Все? Вы мне объясните, пожалуйста Я должна взять печать и с барабашом вам отправить Вот это вот, завести Витя должен прийти у нас На интернете найди где вот это вот Чтобы вот это вот все, это было так, как есть Дальше, на начале... Вот, соответственно, что? А дальше указать, кто? Ручку возьми Марьясов Александр Сергеевич С ним кто едет? С ним едет Пупков Сергей Павлович Ну и Сокольский Валерий Сергеевич А дальше... Кто-то может напечатать С целью благовестия... Ну, кто напечатает? Вот вопрос А дальше все такое и есть Дальше поставить новое печать и число Дату поставьте Вот эту печать поставить Это надо приготовить, чтобы в понедельник она была готовая бумага Здесь ни у кого нету принтера И нет считывающего, чтобы могла она вот это перевести в буквы Вот здесь написать Ну, что тут... Только ни Греция, ни Германия Подождите, Игнатий Тихонович По России едут И дальше вот что? Ну, это... Это кто напечатает? Где напечатать? Игнатий Тихонович, но у Барабашей-то есть принтер Ну, не может я отдал ей У нее лежит документ Не может она это сделать Надо, чтобы на бланке было Бланк вот так вот свести Витя Петеримов может Я тебе отдаю его Напишите мне срочно, как сделать точно, чтобы не ошибиться Вот как здесь? Ну, вот эти места, ну ясно Староста, а староста нету Что? И дальше три имени записать только Давай ручку у кого есть? Зачеркните, прям напишите Давай, три слова только Вот, он нашел Смотри Я его сейчас напишу Смотри Первая Марьясов Александр Сергеевич Сергеевич Запятая Пупков Сергей Павлович Павлович И Сокольский Валерий Сергеевич Все остальное отсюда взять Понятно, что я не буду Вот трое поставить Вот отсюда Что? И дальше Марьясов Вот Из города Барнаула Это указать И вот это все Это Витя все может сделать Витя А бланк Если он не может снять То у меня там папка Крестовознительство Община Мои документы И дальше Крестовознительство Община И документы Он может снять Попроси его Это должно быть готово Завтра Хотя бы К 9 утра Понятно? Все остальное Вот он вот здесь Какая машина Какой фургон Приступайте С Богом Так Мы не закончили Хожу Я хотел по другой теме Говорить Ну это я показал Вот как они действуют И оправдывать Или обвинять нам В гордости Когда архиерею дал Никто даже не посмел А какой? Я приехал и уехал Мы приехали на дороге Пообедали домой Они ненавидят Свет Евангелия Это есть такой фильм Я легенда Когда вирус вырвался А остальные люди Вымерли 6 миллиардов А 500 миллионов Превратились в манкуртов Только пожирают друг друга Только ночью Света как огня боятся А днем они вот так уткнулись Друг друга Я понимаю Это не новость к Евангелию Но осталось 12 миллионов Где-то в резервации Я говорю А что такое? Это 12 миллионов израильтян Это численность Израиля Это фильм заказной Но я его рассматриваю В свете Библии Это попы Священники Архиереи Как огня боятся Евангелия Оно не нужно Они что угодно Крестные ходы будут крутить Что угодно будут делать Только не то Что велел Христос Идите и пропадайте Евангелие Я бы не обобщал С матроной С мощами Замучились По всей стране еду Там Или советы мощи Сдвинулись с востока Ну остановитесь В конце концов Оставьте мертвецам Хоронить мертвецов Евангелия-то нету Как не будут расхищать Веры-то православной Практически никакой нету Патриарх Когда вернулся с востока Что он сказал? Духовные развалины Патриарх Кирилл Духовные развалины Вот давайте строить Но строить евангельский дом Он научиться Можно Научиться только у Христа Как Мария сидела и слушала Мне все время эти вопросы Когда начал подыскиваться Этот Дудин Только одно А вот храм А вот закон Вот такое мощи А вы вот нет Ну ко мне не относятся Я храм не строю Во-первых Дальше Мощи мучеников написано Ну не частицы мучеников У вас все Все выверщено До изуверства Мученик Положите Как положено Так это касается Епископа Они подыскиваются Везде Собрались Попы Доказать Что я говорю У нас ни одно правило Не нарушается Как не нарушается Да вот написано С евреями в бане Не мыться вместе Канон Я говорю Я не моюсь вообще С ними никогда Чего это я пойду С чужой заразов Ну а в бане Я не хожу Они тогда другое Но с евреями В корчму нельзя заходить Я вообще не бываю нигде У меня свой дом Тогда я сказал А вот пойдешь застан Это испражнения свои Надо зарыть Среди вас ходит Господь Я говорю Со мной лопатка саперная Я с ней сфотографирован Мы всегда выкопаем Зарроем И даже травинки Ни одной не повредим Они подыскиваются И собрались Сидят священники И фотографии И сидят и хохочут Хотели подловить Ничего нет Зачем это Это не надо Я знаю Что каноны даны Для исполнения Они для того Чтобы Отвергать их За 70 лет Ни одной книге правил Не издали Зря До 30 лет Он должен быть Только мужем Правила вообще Не объясняются Даны выполняют А это правило Объясняется Ибо и Христос Вышел на проповедь Не ранее 30 лет А что иначе Да будет извержен Никакое Не поп Чучело огородное Ну насчет Кстати нарушения канонов Конечно Одна из Тем Которые я лично Хотел поговорить Что называется Чтобы это Не на расстояние Вот Тут канон Они не все Наверное каноны Смотрели И внимательно Вас не слушали Это как раз Канон из апостольских Правил о том Что человек Который Будучи в храме Три раза Не причастился Должен быть отлучен Написано Не посещает Не причастился Нет Там написано В том то и дело Что это уже позднее А вот именно В апостольских правилах Там как раз и указано Мы делаем то Что у нас в руках Это Раньше Раньше вообще правил не было Еще раньше Я вернусь Как старобрядцы Нужно вернуться к истокам Ну Князь принял в 10 столетии Вернись раньше Тогда вообще ничего не было Действительно Раньше Практически Вплоть до 7 собора Руку полагали Священников Раньше в 30 лет Ну вот Решили отцы Решили Все Это правило требуется К исполнению Вот в чем вопрос Но были 16-летние Епископы Было время Ну да А тогда еще сказали Приять до этого не будет Правило гласит Уже принят закон Правильно Вот Поэтому Все-таки Это апостольские правила Там об этом написано Это подтвержено Еще антиохийским собором Ну где это написано У меня право допустим При патриархе Иосифе Изданное Более ранних вообще У нас нету И там ничего этого нету Давайте Идем поищем Ну хорошо Книга правил Выпущенная За рубежной церковью Книга правил Выпущенная Сегодня Московским патриархатом И нигде этого нету Зачем я буду Где-то искать За грузаковках Ну может быть Где-то есть Для личного пользования Как у полномоченных Им выпустили Законодательство Даже архиереи Не давали Мы насчет Канона о причастии Я работал С этими книгами Не один год Ну как-то мимо прошло Ну как оно прошло Если там есть Я дословно все это беру Нет этого Есть Ну даже есть Допустим Правила есть Нигде этого нет Иоанн Затауз говорит А сейчас-то или редко Ни то ни другое Не похвально Похвально Когда ты готов И приступишь Я сегодня присчастник Вот я сегодня Я как мог подготовился А как в России было Никогда Когда кто хочет Не было этого Вообще этого не было Игнатий Тихонович Вопрос Мнение Святого Отца По той или иной теме Стоит ниже Постановления Собора Конечно Это очень важный момент Кстати Ситуация Которая описывала Святитель Анжелатов Показывает Что уже во времена Его идет оскудение Литургическое оскудение Люди Могли спокойно Причащаться Раз в год И епископ Офин Даже особо не возражал В руки брали Причастие Давайте дальше говорить В руки Златоуз говорит Зачем золотая чаша Рука почтения сосуда Вот так Верните Верните к этому Вот В апостольском времени Поэтому Если Это на самом деле Очень принципиальный вопрос То есть Если человек Обличает церковь В том что Она нарушает каноны Сам он не должен нарушать Тем более Это принципиальный Важный момент Я слушал как раз Вашу беседу Где вы рассказывали Ну что Привязать к храму Что надо готовиться К причастию У вас У вас на самом деле Проблем В этом нет То есть Вы 7 раз в день Молитесь Минимум 2 часа У вас на молитву Уходят Это раз То есть Проблемы Прочитать в один день Акафис Акафис Канон Канон Не сложно Вы практически Поститесь Там можно причащаться Любая Мясо Не ест Супругой Уже старость Поэтому Вера Горячая То есть Причинов Канонических Не причащаться Практически Каждую неделю У вас нет Потому что С другой стороны Это очень важный момент Тоже такой духовный Потому что Человек Который жаждет Встречи со Христом Он стремится к ним Потому что Именно встреча со Христом Происходит во время причастия Именно это то таинство Которое у нас Очень важный Здесь еще момент То есть Вот если Господь говорит Я лоза Вы ветви То есть Привили ведь Это есть как раз Таинство крещения Которое здесь Это привитие ведь А чтобы ведь Начала давать плод Умножаться Расти Развиваться Должны поступать соки И собственно говоря То что дает Вот этой ветви Расти И самое главное Давать плод Это как раз Есть причастие Вот в чем дело Вот маленький Остановись Вот причащаться Если отнести соки Отнести к причастию То мы этого как раз и не видим Священники Причащаются Которые служат литургию Каждый день Плода никакого нет За всю жизнь Одна душа не обратилась Доказывать-то ничего не надо Вот у нас Одна душа Только одна За все годы В общине Сказала Я хочу причащаться чаще Она поставила вопрос Когда хочу Батюшка Я приезжаю А я хочу в среду И что С ума сошла И все Ничего нет Я знаю Что это Грань беснования Говори Так что Она с банком Трудно что Сделать Витю Петеримову Я написал Кого Там вставить только эти слова Остальное Остается по-прежнему Мама твоя Звонила Все Благополучно Что Звонишь Для чего Ну ты видел Что я там Написал Да У нас Скворечники Сидим Со Степаненко Давай Давай Все С Богом Я видел Другие примеры Вот В чем вопрос Я вас не отрицаю Ему не отрицать Ну и гладите Тихо Это принципиально Важный вопрос Человек Который обличает Сам должен каноны соблюдать Вообще Вот вы же сказали Абсолютно Не канонический Не евангельский Петров пост Аминь Скажу Да Но я его соблюдаю Потому что я православный Причем строжайше соблюдаю Да Хотя Господь Сказал В Писании Через это Царство Божие Ни пищи Ни питье Да И в Ветхом Завете Сказал Мы постимся А вы для кого поститесь Разве для меня Для себя вы поститесь Для ссор ваших Да Вот это Ответ правильный Но тут-то стоит вопрос В апостольских правилах Это описано В Антиохийском соборе Это подтверждено Я кстати Высылал вам эти данные Это действительно так Почему это прошло Вот это видимо Наверное Это немощь Вот Но факт Остается факта По принципу Я соблюдаю все каноны Мы договорились Мнения есть И у святых различные Мы договорились Объеделись мнениями Вот Филиох Половина отцов понимали От отца и сына исходящего Как Григорий Ницкий А другие от отца И об этом никогда не спорят Второй вопрос Очень важный О войне О войне Вот это да Тут я ткнул Что называется Бажей же палкой Вы неоднократно Говорили о том Что сектанство Это узость мышления Да Вот И вот я бы этот вопрос Рассмотрел бы так Очень интересный момент Когда Господь давал закон Евреям Да Обратите внимание Практически в двух А то и даже в трех книгах Если не в четырех Фактически законческих книгах Господь продублировал Заповеди Что запрещено Что разрешено А запрещенные Они просто даже Иногда даже Если не три или четыре раза Но два раза Минимум продублированы Это принципиально важный момент Потому что Бог знает Насколько наш ум Он предельно лукавый Вот То есть Читаем Евангелие Читаем апостолов Читаем каноны Русской православной церкви Вот Ни в одном каноне Ни в одном прямого Четкого запрета На воинское служение Христианам нет Это очень важный момент Вот И вот в чем как раз На самом деле широта Если ты идешь служить Ты несешь Ты несешь определенную ответственность Это последствия Ну то есть Если ты работаешь врачом То ты можешь заразиться гепатитом Минуточку разрешите Так что Благословите нас Поехали С Богом Так смотри Игнат Тихонович Вот что нужно делать Минуточку Вот это где написано Вот это где мы возьмем У Вити Петерина Он ко мне в дом его Михаил заведет Или так И там у меня мои документы А дальше Бланк Он может это снять Вот это удалить А дальше напечатать На вашем компьютере Да он может у себя сделать Ему так отдать вот это С Вити Петерин А если ему некогда Я это могу сделать В вашем доме Пожалуйста Если ты сделаешь Но это должно быть Завтрак 9-10 Должно быть уже в руках Ну я сейчас поехал В Барнаул Так вот эта печать Находится в моем доме Где я на компьютер работаю Как заходишь в ту комнату И влево в углу Но это я по телефону могу Не надо Вот ты зашел в мою комнату И сразу влево руку протяни И дотянешься до угла И там прям сверху лежит печать Она продолговатая Такой коробочке Где Витин Где Володин компьютер Витин компьютер где За ним Прям за ним И все Там вот эта печать Эта печать Здесь вот это же Не надо ничего писать Вот это подтверждает Настоящему настроению Подтверждаем Что И дальше Марьясов Пупков И Сокольский И что делает дальше Едут по России По России Ну что непонятно Другие страны не едут Еще уж Едут по России Все ли безвозмездно Передачи в дар Храмы В библиотеке Православная литература И дальше Машина номер Просим не препятствовать Счисление Такого благого дела И при возможности Оказать им посильное содействие Да возраст вам Господь Бог За вашу милость Портоюрей Ну а тут поставить Печать и все И сегодняшнее число Тут вообще ничего нету Подписи не надо ставить Ну поставь там скособочек Как-нибудь буквы Батюшка будто будет Этот не надо Да не надо Ну в Англию мы не едем У нас там на Неверском Французском было Все Благословите Бог помощи Всем С Богом Храни вас Господь С Богом Так поехали Все Благословите Собаку приготовь Все документы На собаку Ошейник И короткий поводок Верного Я его там Оставлю Ничего себе А как его выведу Там поводок Там цепь Там и корм Есть Целая кормушка Ну все Вот теперь Мне это Туда бегать Каждый день Ну Сюда Вы можете На цепь привезти Ничего себе А тот Витя простите Но я договорился Восконке Обед всего не будет Обед Нет Я просто вообще Спрашиваю Меня благословите Ты тоже пошла Да Ну так Ну езжайте с Богом Я рад, что приехали Я тоже Рада Вы Ваня Как Не хуже стал Не знаете Нет Хуже Ты же точно не стал Ну точно Были у меня с ним То, что я приходилось Вот песочек В первую очередь На работу Когда выходим Ваня Я тебе неплохое говорю Ты сам знаешь Сколько раз говорил Руки назад Руки лишние Не приучен к работе Совершенно Ну вот здесь Он начал делать Но особенно Оживаясь Когда девочки рядом Да нет А ключи-то ваши Я не знаю Где ключи от дома От вашего Я не знаю Ну я сейчас скажу Где ключи Ну пойдем Ну зачем Я тебе буду говорить Чтобы я это сделал Я думал Что Мишу Кто-то позабил Да Ну что Они Трех раз не посещение храма Они отменили Нет, тут на самом деле это усугублено, тут описано, кто три богослужения подряд простоял и не причастился, то есть, а оно что, если я не был на богослужении, какая с меня гуси-лода? Обратите внимание, то есть человек появляется в храме три раза в год и фактически один раз причащается. Какое это правило? Это один из, я сейчас не могу вспомнить, это в апостольских правилах, об этом четко описано. Причем это же толкование еще подтверждено и антиохийским собором, я сейчас статью не вспомню. У меня, к сожалению, на цифры памяти отвратительные, но это апостольские правила. Ну, Игнатий Тихоновичу это отправлялось, значит, у вас это есть, хоть мне бы тоже почитать, посмотреть. Мы, может быть, спишемся там, чтобы, может быть, отправить, чтобы мне... Потому что, а здесь другой очень важный вопрос, принципиально, если я стремлюсь ко Христу, я действительно хочу с Ним соединиться. То есть, в идеальное, идеальное, правильное литургическое жизнь я пришел на богослужение, и я на литургии причастился. То есть, стал сопричастником, все, как и апостолы. Это ведь норма духовного поведения. И я не знаю, кто-то, по-моему, из отцов, но я читал, по-моему, отца Бнилс и Суева. То есть, человек Божий направился не тот, кто причащается, а тот, кто не причащается. Действительно, это почему это? Ты пришел и не причастился. Это чего это вдруг? Почему ты вдруг не захотел обойти в тайный вечер? Топ-стоп, дорогой мой, это почему это? Типа недостойный, недостойный, как говорится, не всегда недостойный. Я буду причастился, поэтому... Не буду больше, он никто-то это обещает, не сектор, не бойся, не считаю. Просто носить положенным атаком. Он одернулся и говорит, вот так вот. На замечание, если бы он не реагировал, ну-у-у, как бы он поехал дарить. Но я другого еще не мог. Позволить одному нарушать, а другому не нарушать, это я не имею права такого. Поэтому мне приходилось все время его обдёргивать. Но так, что подошел, нахамил, этого не было. Вот даже вчера на костре было, чё-чё, он уже где-то, и думает, я тебя не вижу. Ну я глянул только, ну Ваня, ну кто я и ты? Я вижу, что вокруг него же начинается разговор. Я сказал, когда поют песнопение, нужно слушать, не разговаривать. Ну трудно ли это? Это уважение? Или пой, подойди рядом? Нет, он в это время начинает что-то. Да я ничего. Нет, на кого? На работу смотрим издалека, мы стоим три мужчины, вот, взрослый-то. Рядом, уже вокруг него сбортовались. Он стоит десять, он даже не шевелится, тяпать огород, он стоит свободно, высокая колонщата, далёко, видать-то. Потом, а нет, я работал. Ну, это проще всего сказать, ну ты же не работал, я тогда его наказываю. Как, отойди, он туда встань и туда смотри. Наказание, что, не работать. Раз не работаешь, он не создавает иллюзию работы. И вот он порывается мне что-то сказать, а я с другими людьми там беседую, но я вижу, что-то не надо. Ну до обеда там, ну дальше пошёл, даже обеда не лишил. Ваня, так я говорю? Нет. Он знает, им переменят отношения. За этим слишком много связано. Вот приехал там Максим, он говорил, когда женщины вокруг, они избирают безвольного, это подкабущий будет. Они введут в соколок, чтобы можно было командовать. Ну он молод, но пора сказать ему об этом. По Болонджей, никаких, простился, по-хорошему. Да. Колокол бил, выстояли, сказали, спросили. Ну вот видели как. Если что не так, у меня там не было, мы просили попрощения друг у друга. Но раз ничего не имеют, то не выдумываем. У вас машина забита? Ну мы двух вот взяли ещё. Взяли. То есть у вас свободного места нету. Счастливо доехать. Спасибо. Ваня, если ты изменишься, и будет характеристика от священника просьба, и ты пожелаешь, то возьмём. Но только через священника. Чтобы он ходил в церковь, видно, что ты изменился, посещаешь церковь. Чтобы ты не томился каникулы, чтобы для тебя они были в радость. Я же заранее вам сказал, что это православный лагерь. Я же не скрывал вам. А раз православный у нас служба в храме, вы всё сами видели священника. А если он не верит, ему это зачем нужен? Я ему просто испортил лето. Я хочу сюда ещё приехать. Ходил пас. Да. Пас. Стряпали. За солодкой ездил. По берёзам лазил. За ягодами ходили. Ну что, один месяц прошёл. Ну что, что могли, мы то дали. Чего не имеем, то я и дать не мог. Ну он не похудал, его не повредили, он не отравился, ничего в него не украли. Я думаю, на сегодняшние дни это не так плохо. Всё, слава Богу. Ну до свидания. Всего хорошего. До свидания. Счастливый путь вам. Спасибо. Будем молиться. Ты тоже поехала? Я сниму. Ну сниму. Это наш человек. С Богом. А котика, она смеет. Потом снимите всю информацию с обеих видеокамер. Они вот. Ты проворачивай, проворачивай. Я и сделал уже все. Я в лагерь поехал. Сейчас вас прошу. У тебя что-то должен? Андрей. Мы вот эти, которые снимаем после этого, чтобы скачать. Мы всё скачали. Уже скачали, сейчас новые которые. Мы говорим, они либо должны действовать, либо тогда мы говорить не должны, что мы к себе дали. У вас своя машина, вы едите. Ну мы к вам придём. Так, сейчас вы пообедите сначала. Мне нравится так. Вот это я беру, а вот это оставляю. То есть так же. Сейчас обеду. Володя, обед во сколько? Это мне не нравится. Расскажите. Я отметаю это про аэропостольский, что там на три, что каждые три раза с них очистился, что отлучаешься. Обеда. Я пришёл. Я не хочу. То есть я собрёл необходимую подготовку. Причём, собственно говоря, я сейчас запрошу, чтобы даже прорачиваю. Московские соборы, которые там где-то, по-моему, 17-й лет. Так вот, с вами отдельно поговорить надо. Так вот, продолжим, Игнатий Тихонович. О войне. Да. То есть прямого запрета нет ни в канонах, ни в Евангелии, ни среди апостолов. То есть он сказал, всё, ни в коем случае вы, христиане, не должны становиться воинами. Вот теперь мы подходим к важному моменту. В чём широта? То есть, да, если ты хочешь стать воином, ты должен понять, что если ты меч возьмёшь, ты от меча можешь и погибнуть. Если ты становишься врачом, 30% врачей сейчас больны гепатитом, а люди работают и в туберкулёзных больницах. Если ты пойдёшь в шахту, 40 годам лёгкие будут забиты чёрным углём. Если ты пойдёшь работать на ядерную станцию, знай, пенсию ты получишь рано, но у тебя будет доза. То есть в данном случае здесь и говорит Господь, но есть, друзья мои, более высший путь, высший путь вот этого незлобия. Это есть тот выбор как раз. То есть поэтому я бы правильно говорил, что да, нету прямого запрета, да, но есть более лучший путь. И многие отцы его подтверждают, что христиане не должны воевать, да-да-да-да. И вот тогда уже человек стоит перед выбором. Это будет как раз правильная широта. Потому что вот если так будет показано, Игнатий Тихович, к вам вообще никаких проблем не будет. Вопрос. Да. У нас 1173 жития. Если, допустим, в году празднует, ну, пять раз иному святому упоминается, там, и Никола Арзини, и Никола Весенний. А одному, ни разу за 2000 лет, справедливо это или нет, его имя никто не знает, в честь его ни одного храма не построено, а он святой и умер мученически за Христа. Зачем так выборочно? Надо воевать, я понимаю, каноны все контролировали царской властью, без этого нигде ничего не было. Как Констанций вошел, сын Константина, руку на ипесы, и все, я канон для вас. И все кончилось, епископы под скамейками. Почему Пятый Вселенский Собор ни одного правила не сдал? Мечи гремели в залах, а мы теперь будем говорить, как они поступили. Есть Евангелие, любой канон мы должны во свет Евангелия поставить, во свет Библии. Если это не так, вопреки, я должен сказать, это позднейшая вставка или это совершенно неправильно. Теперь Иерона почему нет? А он собрался за Христа умирать. Явился некто, светлый сказал, святой путь избрал, его и казнили. Я жизнь задаю за Христа. Феодор Стратилат, это Андрей Стратилат, 2760 человек, уверовали. Мечи сразу сложили, их загнали в ущелье, там Селевг гнал их. И они, говорит, склонили голову, это была гвардия, могли защититься. Вот в узкое ущелье вошли, и как траву сухую посекли, склонили голову. Почему церковь не празднует, ни этого храма, вообще их нету? Да потому что не надо это, надо воевать и воевать, захватывать. Захватили Финляндию, захватили Польшу, Порт-Артур, Аляску. Лопнуло и расселось от черева змея. Почему мы дальше-то молчим-то? Чем кончила царская династия? Как царское, сказать, это православие? Византия лопнуло, ничего нету. Россия, главное, ничего нету. А остальное один разврат, говорит, пошел. Где мученики? Я спрашиваю, почему так выборочно? Так я называю только некоторых, которых церковь прославила. Да это еще благодаря только Дмитрию Ростовскому. Так там таких случаев-то было ни на один, ни два. А почему? Это не требовалось. Нужна была война. А это выдвижение Петра Первого. Что с него спрашивать-то было? Даже видения у были какие. И он сам осознался. Я видел видение, и он пришел и говорит. Ты о чем пишешь? Он говорит о нем. Я вон и есть, Орес. Ты говоришь, что его ткнули в бок. Посмотри, нога вырезана где-то. Ты неправильно обо мне пишешь. Ну, он написал. Так а сколько этого неправильного? Неправильно все везде воевать. А что? А Корнили? Так вы считаете, Даши, Корнили-то ушел на гражданку. Даши-то надо... Лонгин. Лонгин. Он вышел в подставку сразу. Даши-то не договаривают. Люди лгут. Все были воинами. Обратите внимание. Вот как раз те жития, которые указаны, они служили воинами. Но когда открылась их христианская сущность, они уже не стали воинами. Они устой могли устроить восстание. Это речь как раз в другом идет. То есть у человека должен есть... Вот широта должна быть. Запрета официального нет-нет. Останьте на этом. Слышите. Запрета официального нет. Это разве доказательство? Это не доказательство. Нет прямого указания, что у женщины есть душа. И собор заседает. Что интересно, 270 голосует жены, у жены нет души. И 271, большинство в один голос только победили. Почему? Прямого указания нет. Это не доказательство. Есть косвенные указатели, по которым мы даже вехи, по этим вехам увидели. Геннадий Тихонович, есть жена у души или нет, это не влияет на наше спасение. Понятно, но однако не доходили до этого. Живет, спасается. Вопрос в том, что это принципиально важный момент. Зачем воевать, скажите прямо? Зачем? А где христиан? Кто главный гонитель? В армии его, кто Георгий Победоносец? Что, воины какие? Все до одной захватнические были, грабительские. И христиан там сколько было? Зачем? Когда не... Неужели непонятно, Христос, а зачем он изменил? А он говорит, написано, убей. А я говорю вам, остановитесь на это. А я говорю вам. Это означает, а я поворачиваю в другую сторону. Теперь вас убивать будут. Воины бывают разные. Воины бывают разные. Это раз. То есть, я их не обсуждаю. На самом деле, нужно понимать, что войны это грязное дело. Кстати, очень интересный момент. Я хочу сказать это на камеру. У нас в Томске недавно выступал профессор Александр Ужанков. И он рассказывал как раз толкование на слово полку Игоря. Для меня это было удивление. У нас, кстати, на сайте Кристине есть записи об этом. Так вот, очень интересный момент. Все походы русских православных князей, военные, они были все в Великий Пост. И все к битве проходили сильно в Пятницу. То есть, абсолютно глубочайшая символика была, потому что воины понимали, что они идут на самом деле на смерть. И все прямо намерялись на Пятницу. То есть, говорить о том, что христианское воинство было неправославным, там очень глубокие смыслы были. То есть, для меня это тоже таким интересным откровением было. Но, то есть, есть еще тоже очень важный момент, Игнатий Тихонович. Господь-сидержитель. То есть, война, это является все-таки не наущением сатаны. Это бич Божий, который Господь наказывает, очищает общество. И поэтому, вот я еще раз говорю, надо человеку дать выбор. Да, есть воинство, но ты пойми, что с этим связаны искушения. Ты пойдешь воевать, у тебя может крыша съехать, как у многих съезжает, это поствоенный синдром. Тебя могут ранить, сделать коллегой, кто тебя будет содержать, кто тебя будет смотреть. Ты можешь лишиться жены, пока ты не был. Ты имеешь огромное количество всяких искушений. На три года ты будешь отлучен от причастия. Это путь, да, сложный, да. Господь все прощает. Ну, понимаешь, есть лучший путь. Ты можешь пойти вот этим путем, и дальше то, что вы и говорите. Так вы призываете к войне. Я призываю к миру никогда не воевать. Никогда. Защищаться, допустим, вы говорите. Защищать Родину. Я говорю, оружие в руки не брать. Идти в армию служить, ну, только на альтернативной основе. Почему государство Коста-Рика полностью уничтожило армию? Неда солдата нет. И уже сколько, лет 40, никто не нападает. А рядом у которых есть войска, все воюют и воюют. Ну, Коста-Рика не Россия, и у ней столько нефти-то нет. Вот чем вопрос. Игнатий Тихонович, вопрос не в том, что я призываю к войне. Упаси Господи, я миссионер. Вопрос в том, что при подаче проповеди надо человеку дать ступени. Вы понимаете? Выбор. Вот смотрите, приходили к Иоанну Крестителю. Вы понимаете, какие он советы давал? Это советы. А что это за духовные советы? Есть еда, накорми, есть одежда, отдай. Ну, говорит, не воруйте, не ропщите. То есть это предельно мизерный, предельно... Ну, это абсолютно не о чемные духовные советы. Обратите внимание, пророк Креститель Иоанн говорит, что дает людям. А почему? Почему это? Это люди Ветхого Завета. Люди Ветхого Завета. Вот мне корень. Безусловно. И этих людей полно среди нас. Они еще не переросли на эту ступень. Но им надо это сказать. Да ты иди, но это сопряжено с тем-то и с тем-то. А теперь, вдруг, я тебе укажу более высокий путь. И дальше тогда, все, тогда вот с точки зрения апологетики, с точки зрения миссии, к вам нельзя придраться. Мы показали два пути и дали лучше. Я считаю, да, надо быть мирным, не убивать, если ты выбрал. Но это путь, это пожертвовать. А насчет того, что в армии присяга клятва, это как? Так, а теперь насчет кляквы. Здесь очень важный момент. На самом деле, что такое... Если смущает слово клятва, то в принципе, можно просто предупредить командира, написать соответствующее. Я вместо слова клянусь скажу обещаю. Да, 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 это что значит? Да, да, я обещаю. Все, этим вопрос заключается. Теперь, здесь очень тоже важно понимать, чем была характерна клятва Ветхого Завета. Ну, человека, того, как люди клялись. То есть, для того, чтобы подтвердить свою право... Ну, вот, то, что я просто честный, что говорить? Я клянусь храмом Божьим, мамой клянусь. То есть, человек, клятва, это не просто обещание. Это клянется честью или какой-то святыней. Это очень специфическая вещь. Извините меня, ну, а если ты ее нарушишь? И что? Что там, мать убить надо? Или еще что-то? Это абсолютно неправильное поведение. Это тоже очень важный момент. Поэтому, если человек приходит, он должен сказать, вот, слово клятва меня запрещает, она меня смущает. Но я буду сказать, я обещаю. Все, замени слово на обещаю, уже. А насчет клятвы, ну, действительно... Я затылся, я тут выписал этот материал. Ну, допустим, 30 мест. Он говорит, кто клянется, за порог храма не пущу, не говоря о причастии. Согласен. Он смотрит на это, как на чистой воды дьяволизм. Абсолютно. А сегодня везде, везде. А как? До последней капли крови. Ты ни головой, ни волосами не можешь клясться, ни одного волоса не можешь сделать. Поэтому, как раз, да, да, я обещаю... А вот смотрите, в настоящее время. Вот наши юноши. Вот он в армии служил. И легко обходится. Отслужили и спокойно. Ну, он выбрал свой путь. Это как раз тот путь, а он другой. Вот вызывает отца Геннадия, когда отец Геннадий в мастер обратился. Ну, он свидетельствует. Абсолютно не осуждается. С бородой. И полковник, он как рассказывает. Ну, я в армии, он минонит, тем более у них это намерство нельзя служить. А полковник, видимо, понял. Его говорят, ну, у вас какие-то переломы были. Он говорит, ну, как была перелома. Ну, наверное, у вас вот так не шевелится. Он говорит, нет, шевелится. Ну, вы же вот так выше-то поднять не можете. То есть, дает понять. Его в армию взяли. Бог идет на встречу. У нас все пишут заявление, что только на альтернативу. Но оружие, клятва, это не наше. Их могут призвать. Но ни одного не призвали. Вообще не призывают. Это все понятно. Игнатий, тихо. Это есть выбор. Но человек должен поставить перед этим выбор. И нам Господь дает этот выбор. А как вы сможете слово Айя? Вот это, два буквы объяснить. Айя говорю вам. То есть, дальше перечисляется ветхозвездное. Айя говорю вам. Это не противоположно тому, что впереди было. А если так же убивает, то какая разница? Айя-то вообще лишняя. Ну, во-первых, Айя говорю. Это Господь как раз подчеркивает, что Он говорит, как силу имеющую. Как Бог. Это очень важный момент. То есть, пророк говорит, Бог так говорит. Айя говорю. То есть, это фактически перекривает. То есть, Господь на самом деле этим оборотом подчеркивает. Но, я еще раз говорю. Дело не в том, что призываю. То есть, человеку надо дать выбор. Ветхий, если он ветхий такой, если он это считает, что нужно. Ты ему расскажи, вот какой путь. Ну, ты должен тот и тот это понимать. Вопрос. Чеченская компания. Ваш сын берется в армию. Направляет в Чечню. Вы рады будете? Что он защищает свободу Родины, Россию. Целостность государства. И вы точно знаете. Вам Господь открыл. Через неделю в грабу помочь. Вы знаете, Игнатий Тихонович, вопрос в том, что сыновей у меня нет. Вот на самом деле, я не знаю, как я поступлю тогда. Вот это честно будет ответ. Я не знаю, как поступлю. Но, вот у меня есть дочери. Я каждой из них благословил, двоим, по крайней мере, идти учиться на врача. Потому что я сказал, будут худые времена, и вы пойдете служить в госпитале и лечить. И это благодаря этому вы еще сможете, кстати, выжить. Вот так вот. Я знаю, я знаю, я возьму у ней. Хорошо, благодарю. Два раза в день. А где посуда? Я понял, езжай с Богом, будь спокоен. Аллилуйя, доволен, отошел. Сережа оставляет собаку одну на меня опять. Вот, и поэтому, вот как раз, если война начнется, чтобы я бы, например, говорил, то практически каждый христианин, который не хочет служить и воевать, он должен идти работать в госпитале. Санитары, врачи, помощники, обслуга. Если бы я служить людям, вот я бы, по крайней мере, так бы поступил бы. Опять же, опять же, опять же говорю, ну нет, у меня не станет. Война не началась. Я не знаю, может быть, если война началась, бы перетрухал, бы куда-нибудь сбежал бы. Понимаете, вот если говорить, как бы я поступил, я бы солгал. Мне нужна ситуация. Вы знаете обстановку какую? Сейчас описали очень подробно кто-то, генерал, там, армия Родионов. Мы можем поверить. Генерал-полковник, там, Ивашов, депутат Государственной Думы. И вот все эти данные выставляют напротив ста, кажется, двух дивизий китайских, а одна наша забайкальская. Ну что? Игнати Тихо, Игнати Тихо. Бамбуковыми бабы забьют. Вот мое ощущение, мое наитие, не китайцами нас будет Господь наказывать. Не китайцами. Почему? Вот смотрите, ну не может он наказывать народ, хотя, конечно, можно сказать, но смотрите, рожать мы не хотим. Кем он накажет нас? Тем народом, который многочислено рожает. Китайцы тоже не рожают. Ну некуда рожать. Ну так, они о миллиарда уже. Китайцы это все абортники. Но дальше некуда. Вот скажут, абортировать не будете, теперь возьмите землю. Это другой вопрос. То есть будут наказывать, те рожают и считают, что их мое. Это кто? Мусульмане. Следующее. Женщины ходят наши полуголые, мужики полуголые ходят. Кем нас будут наказывать? Да китайцам не так же ходят. Нас будут наказывать исламом. Вот что. Китай никуда не делся. Они все время показывают на север. И говорят, что Китай не пойдет. Оснований таких даже нет. Ну как не пойдет, когда жить негде? А пустующие территории до Дальнего Востока. Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович. Оттуда пойдет ислам. Путин заключил. Игнатий Тихонович, вопрос в том, что я изучал китайскую культуру. Я ее знаю, отчасти можно сказать. У них не тот менталитет. Они не этим возьмут. Хотя с другой стороны они могут не войну это все сделать. Но я подчеркиваю, это издержки коммунизма, будем так считать, искушения. Сегодня, если он пойдет, до нас один Татарстан уже попалом перережет. Еще одна ухнется Иоанна Грозного Победа. Теперь следующий очень важный момент смысла войны, любой войны. Представьте себе, вы поранили руку, так? Что рана образуется, как у вашего котейки. Абсесс, гной. А что такое гной? Гной – это свои собственные клетки тела. Но эти клетки мертвые. Это очень принципиальный, врачебный момент. Что нужно делать? Их лечить их нельзя, потому что они мертвые. Абсесс нужно вскрыть, весь гной убрать, болевшие рядом выскребсти и начать лечить. То есть вопрос в том, что в обществе, к сожалению, постоянно накапливается вот этот гной. То есть люди, они живые. Но они уже к 18-20 годам совершили все смертные грехи. Я занимался служением среди наркоманов. Вопрос в том, что ну как Господь попускает наркотики? Да дело в том, что с того момента, как он ее всадил, наркотик, он уже мертвый. Ну зачем Богу защищать такую мертвую нацию? Почему не пойдут другие? Вот этот гной накапливается. И, к сожалению, этот гной вскрывается только военными действиями. Поэтому война – один из инструментов очищения нации. Мы это видим в библейской истории. Мы поговорили, это далеко идет. Так, вопрос этот. А сам, потому что я абсолютный сторонник, повторяю, без войны. А Гитлер, он не родился бы, если бы жили мы, как Господь вели. Он родился как бич божий для нас. Атила, мы смотрим, для чего он родился? Для этого, чтобы наказать. А для чего пришел Тамерлан? Для того, чтобы наказать. Вы сами знаете. Вот Игнатий Тихонович, понимаете, здесь очень интересный момент. Хотя и православие – это узкий путь, но, как ни странно, внутри него достаточно широкий пути для человека. Вот обратите внимание, читая именно Писание, каждый человек может найти. Но есть люди не очень молитвенные. Вот он читает. Да не будьте многословны, как вот язычники. Молитесь, Отче наш. И, в принципе, вот я молюсь, Отче наш. Потом он говорил, Господи, я ничего не прошу. Я уже достаточно долго времени вообще ничего не прошу. Я просто говорю, Господи, да будет во всех нас Твоя воля. Дай мне разум и сил понять и спойнуть Твою волю. Все, я больше ничего уже не прошу. И на этом моя молитва оканчивается. Я читаю начальные молитвы, но потом мы читаем где-то примерно 5 или 10 псалмов. То есть вместо того молитвенного правила, после начальных молитвов. То есть на русском языке. Да, на русском языке. Вот мы так и делаем. То есть можно так поступить. А другой читает апостола Павла, молитесь всегда. И он молится, молится. Правильный путь? Правильный путь. Один читает, хочу, чтобы вы сохраняли детство, чтобы не были связаны с семьей. И выбирает этот путь и служит. Другой читает книгу о послании Кефещина. И видит, как он говорит о семье возвышенной. И он выбирает путь семейный. И я скажу, там искушений побольше, чем у монахов. Господи, помилуй. И поэтому, на самом деле, даже внутри этого узкого пути можно всегда выбрать тот путь. Но нужно понимать, что этот путь имеет свои некие издержки, свои искушения. Ну вот, Иерусалим стал оборонять. Поэтому, Игнатий Тихонович, сектантство есть узость мышления. А православие, как ни странно, дает и нам свободу. Вот у нас все православие как раз показывает великую узость. Только воевать. Другой вариант не принимают. Я попинаю Иерона, а других святых, которые святые, но не шли на войну. Их вообще нигде нет. Шарота, значит, дайте выбор. Я подражаю Иерону, а не Александру. Игнатий Тихонович, самое страшное это обобщение. Когда вы говорите, что попы боятся Евангелия, это неправда. Есть такие, которые его обличают, они его не читают, не забывают. Потому что если ты начнешь читать каждый день Евангелие, оно прожжет тебя. Совесть прожжет. Есть такие. Но есть, которые постоянно читают и изучают. То есть обобщение, это тоже очень серьезно. Поэтому, если говорят, что вся церковь за войну, то это клевета. Есть люди. Потому что если все у нас боятся Евангелия, церковь все. Да не все. Почему все? Понимаете, вопрос в том, что здесь как раз очень важные оговорки. Люди-то вас слушают. Вот эти важные оговорки. Я знаю много священников, которые боятся Евангелия. Да. А есть такие, которые проповедуют, которые говорят. Если бы в проповеди эти тонкости были, они очень важные слова. Мы это говорим неоднократно, Максим. Мы неоднократно об этом говорили и говорим. Но люди говорят, а зачем вы ссылаетесь? Мы ни одного в жизни не встречали. Я говорю, есть такие. Если они затронули, мы говорим. Вот сейчас поехали, приезжает Михаил Фаст. Вы его знаете. А вы что ездите? Вы только говорите, что патриарх Кирилл неблагодатный, не ходите в московскую патриархию. А у него тут родственник Дьякон, а он ездил один раз, он говорит, да никогда этого не слышал. И он ни под каким видом, он в хороших отношениях с нами, Михаил. Вот это есть ужас. Ну хоть раз ты был с нами на благовестии, нет, а чего ты взял, что мы говорим против патриарха Кирилла? Ну почему? А иначе у меня нет никакого зацепки, чтобы воевать против нас. Никакой. А ты против патриарха. Как против? Если я сказал патриарху о том, что необходимо священников проверять, прежде чем ставить. Это одно из самых страшных преступлений патриарха. Кого попало поставили. Это житие святого папу. Льва, это все правильно. Я ему написал, буквально месяц назад, письмо патриарху. Папа молился, когда леп, и ему явился апостол Петр, а он Петру молился у его гробницы. Он говорит, я молился, и Бог принял молитву. Тебе грехи прощены, кроме одного. Он говорит, какого? Кого незаконно рукоположил. Тут я не мог вымолить. Вот это на самом деле тоже серьезная проблема. То есть если каноны произнесены, человек, которых не исполняет, он подходит под анафему. Вот что беда. И, к сожалению, я вижу эту проблему в ряде епархий. Я вижу ее. То есть казалось, что возьмем фирму какая-то маленькая. Буквально одна лавочка. Успешный человек, правильно все действует. И он платит. Господь благословляет его. Предприятие расширяется, расширяется, расширяется. Смотришь, что за рубеж. То есть это при правильном постановке вопросов. Я возьму вот это вот. Послушайте, что скажет он о Дворкина, когда встречался. Когда Дворкин про меня говорил. Расскажи, где это было? Это Новокузнецкий, Дворкин. Погромче, подойди поближе. Говори. Новокузнецкий был. Он приезжал, Александр Дворкин, да его зовут же? Да. Ну, как бы это, поделиться своим опытом. Ну, и он там, как раз ему вопрос задали об Игнатии Тихоновиче. Кто он такой? Ну, он сказал, что это непонятно, кто он. И это сектант. Ну, мне пришлось ему возразить там, потому что это была неправда. Как я, ну, я засвидетельствовал там, что это он ошибается. И Дворкин сразу пошел на попятную. Он сказал, ну, я не знаю, мне сказал кто-то. Он от кого-то услышал, кто-то ему сказал, и он это принял на веру. Когда я ему сказал, что это неправда, я ему объяснил. Он спрашивает, они там себе затягивают, никого не отпускают. Я говорю, ну, пожалуйста, я вот, меня же никто туда не затянул. Я понял ситуацию. Понимаете? И он на попятную пошел. И он просто сказал, я не знаю, ну, разберемся, сказал. Вот и все. Ну, к слову сказать, я также являюсь членом РАЦИ, Российской Ассоциации Центров Исследованной Религии и Сект. Поэтому говорить, что это секта, конечно, это будет неправильно. Я его приглашал на занятия в университет. Послали наши люди, когда он выступал здесь. И он в ответ такое выдал. Не считал моего в руках, не держал. А что он где выпускает, говорит, у меня в интернете поставлено где-то. Это считается главный сектавет американский. Ну, какой же ты, когда в глаза не видал, ничего не считал. Всегда есть очень серьезные издержки. И я тоже совершал подобные ошибки, когда я иногда делал вывод на основе чего-то мнения. Это действительно очень осторожно. В свое время, когда у нас начинался конфликт с кришнаитами в Кандинке, то есть я практически два месяца своего лета потратил не на чтение Библии, я читал бы Хавадгиту, как она есть. Я прочитал ее два раза. Я выписывал по компьютеру, по электронной версии. У меня все исчиркнуло. То есть прежде чем взяться за эту проблему, я все это изучил. Поэтому это очень важный подход. Если с чем-то ты сталкиваешься, надо изучать. И не предвзято изучать. Потому что это действительно очень серьезная проблема. Но то, что Александр Леонидович на попятную пошел, это же не говорит, что человек кончен. Ну, просто поделись мнением. Ну, вопрос в том, что для того, чтобы понять даже какую-то секту, надо перелопатить такой огромный материал. Это видеопроблено, надо книжки почитать. На самом деле это всегда очень сложно. А если у любого сектоведа есть такое искушение предвзятости? Ну, для смирения, как бы сказать, Игнатий Тихольевич, для смирения. Что оправдываться-то? Ну, сектант, сектант. Я не оправдываюсь. Вот и все. А в общем, я его не видел. Я только говорю, стиль работы какой. Если бы он один был такой, я просто должен зафиксировать и показать. Вот мы где ездили, нигде по-другому не было. Ни одного случая по-другому не было. Только в Роману вот пригласили один раз. Если на 500 посещений только один священник, какой процент? Все остальное на одной лжи построено. Игнатий Тихонович, есть очень важный вопрос. Я просто через это все пережил. То есть, апологетика, которая является частью всех сектоведения, апологетика, миссия, это, я скажу вам, это очень токсичная работа. То есть, фактически, миссионер первый входит во тьму. И, безусловно, эта тьма воздействует. Потому что я через тебя это проходил. Я сам переходил через искушение. Поэтому, когда критикуют наших собратьев-аппологетов, я тоже стараюсь даже их всех защищать. Почему? Потому что я знаю, это действительно очень токсичная работа. Я знаю людей очень талантливых, которые буквально года через два каждую неделю писали статьи про секты. Вы понимаете, каждую неделю писать статью, это очень серьезно. И смотришь, раз-то, вынесло, чуть не до сумасшедшей люди доходят. Поэтому это тоже очень серьезная проверка. Поэтому искушение бывает. Понимаете, я согласен, бывает. Но он хотя бы один раз поинтересовался, а что человек говорит или пишет. И только один в интернете священник, где-то с Нижнего Новгорода говорит, скажите, вот он работает, а люди обращаются. Ой, обращается столько людей. Скажите, а куда он их приводит? Да как куда? Ну, в храмы. А в какие? Московской Патриархии. Да-ка вопрос, в чем там состоит-то? Ну, да все. Больше тебе ничего не надо, говорит это. Вот и все, весь ответ. Аминь. Вот. Аминь. Православие внутри своей узости пути дает на самом деле достаточно широту взаимодействия. А с другой стороны, важно всегда смотреть плоды. Плоды. Вот тут я... Вы сверху глазами. Я скажу, давайте, я... Ваши отношения. Да, вот я скажу прямо. Я исповедую, почему. То есть, очень важный момент. Я буквально у меня накануне родилась статья. Надеюсь, ее, может быть, напишу. Я, прослужив 15 лет миссионером, я смотрю, прослужил в двух епархий и могу, по большей части, сказать, что наши священники читают абсолютно бесполезные проповеди. Абсолютно бесполезные. Ну, вот они рассказывают про святого. Жил такой святой. Он делал то, 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 то. Дальше говорит, ну, давайте подражать ему. И чего? Вот стоит молодой человек. Он редко ходит в храм. Он смотрит порнографию, играет на компьютерные игры, занимается рукоблудием. Он смотрит в этот телевизор, я не знаю, или гаджетами это пользуется. Вот конкретно ему-то что делать-то? Вот мне-то что делать со своими грехами? То есть, это часто проповеди оказываются абсолютно бесполезными. Они не возбуждают в человеке, а, ни покаяния, б, ни каких-то... То есть, проповедь должна выйти в два действия, минимум. Ну, ладно, три. Знания. Это тоже очень важный момент. То есть, основные проповеди, кстати, Кураев, это... Он дает знания. Он не обличает в своих книгах, он не призывает к каким-то действиям. Он дает по большей степени знания. Ну, я обобщаю. Очень важно. Следующее, он дает знания. Следующее. Оно должно дать покаяние. То есть, человек должен вовремя обнаружить свои грехи. Наконец, третий, он призывает к действиям. Вот в моей жизни было три человека, проповеди которых производили действия. Первый человек, это отец Даниил Сусоев. Кто? Отец Даниил Сусоев. Да. Потому что именно его слушая, я начал ревновать о миссии. Я еще в Уфе служил. Я уже знал, что у меня на сайте Кристине будет раздел, посвященный исламу. Если я перееду в Томск, я думаю, я обязательно открою. Но надо понимать, что в Башкирии очень такой сложный аргумент. И пока я там был, я этот раздел не открывал. Это очень важный момент. Я действительно ревновался. Мы попрощаться пришли, Игна Тихонович. Все здесь. Ну, все здесь. Володя. А Володя нету. Он Влади. Тихо, тихо, тихо. А что ты забирайся? Соскучился? Конечно. Таня, я что соскучил. Дома глушительная тишина вообще. Тихо, ты дал санаторий там один, поел по-никому-нибудь, один. Нет, нет. И кто не мешает. Фотоаппарат, его нет. Это же такое счастье. Ты один дома, работа, тяжелый труд. Работа, тяжелый труд. Я фотографировался, что утащили. Куда он делся? Ну, ладно. Приехал? Ну, слава Господу. Ну, все целые? Да, слава Богу, все. Спасибо, Христос. Посмотри. Или где? Ну, не зря побыли? Нет. Ну, тут она как качается, как ласточка летала. Вот на этих качелях, на громах, только в зима завелся, и Галя смотрела. Ну, спаси, Христос, что побыли. У вас спаси, Христос. Претензий никаких нет. Немножко даже было в матери сомнение, что я слишком большие поблажки даю этому вот. Ну, я вижу, у него бурлит через край. Тут надо больше времени рядом быть, направить на нужное. И он таскал тут поленья, показал. На очереди два впереди стоят с поленьями. И он вот так, как бросил их кверху, поленья. Поленья веером везде. И он показал лагерь, все видели, все попрятались. Зачем бросил? Он не знает, куда силу идти. Так было? Так было. Никому не отказано. У нас это считается уже очень хорошо. Побыли. Кормили нас очень хорошо. Галина Александрова поработала. Конфликтов у нас не было. Никаких. Вообще не было. Ну, может, какое-то замещание. Это бегунья бегает. Ты видел, как она бежует, работает. Это тоже всегда веселая. Ну, а это что говорить? Это уже недосягаемая. Поехали. Грамоту выдал я вам, что работала. В школе, чтобы претензий не было. Больше от меня еще нет. Тараси заплакал. Уезжал из лагеря, Тарас заплакал. Но понравилась ему ошибка. Ну, это хорошо тут. Что они просят? Мещи делать там, крапюлы посекать, лук там стрелять. У нас все это было в доставке. Ну, и привыкли все. Как колокол ударят, они любят бить. И дальше со всех ног несутся. Он живой, не мертвый. А какой звон колокола больше всего любите? Горшой? Нет. Сколько раз, когда ударяете? Один, два, три, четыре. Десять. Десять. Побольше и погромче. А еще какой? Абсолютно хорошее. Обед. Богослужение ни разу не пропустили. В Клястре в Клястре. На Средневой были. Только жалко, что в Молостове только сегодня началось. Постный, длинный. Длинный был. Нет охоты заняться, чтобы было все. Ну, езжайте, помните, где были, если Господь благословит, на следующий год. Сейчас можно было еще пробыть до 2 августа, это минимум. Ну, нас не спрашивают. Не, все, я уже все, хватит. Одному тоже тяжело. Вот так. Спасибо, Христа. В огороде ты поливал, не засохло, ничего? Ходили... На клубнику-то успели сходить? Куда? На клубнику. Один раз. Один раз. Дожди, пошли каждый день. Сейчас в клубнику сам пойдет, малина. А сейчас вон по полям едут. На машинах заезжают в поля. Земляника же. По дорогам продают. Мелкая такая. У нее какой-то корешочек остается, только чистые ягоды снимаются. А это именно... У нее и запах бывает. А это земляника. А тут просто... Земляника бывает. И она ягодка продолговатая такая. Она растет в лесу, земляника, не на поле. С Ульяновской. А дальше с Краснодаром там. Мы с Краснодаром там познакомились. Утеска полная, Александр Сергеевич. Я думал, что все одинаковая семья. Ну что? Езжайте с Богом. Ну все. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Вместе можем три поклона положить, чтобы Бог вас благословил. Господи, благослови эту семью. И сохранять всякого рода зла. Чтобы Слово Божие, Евангелие, было святильником в этой семье. Истина Твоя воссияла над этим домом. Чтобы Слово Благовестия там не умолкало. И через малых детей. Научи нас принимать все, что от Тебя, с радостью. Благодарящее Тебя, как любящего Отца. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. С Богом! В лагере одни тропоты остались. Роботы. Тети Валины, двое внуков. Из Казахстана. И Ксения Лобанова. Татьянина внучка. Восемь человек. Еще мама с ребятишками, которые пять ребятишек. Но они завтра должны уезжать, наверное. Трое на особом положении. Каждое утро им по полной ложке. Тарасик, девочка одна. И еще туда умолчать. Просто я вижу, что они маленькие. И взял на абордаж. А на Айнахо, само собой, из Бонеси Горумусы. Храни вас Господь. Спасибо вас, Христос. Ну, с дорогой поговорите, скажите. Ну, все, ладно. Одно то, что у нас всегда было мирно. На молитву вместе. Везде. Новое столовое сделали. Новое место для моления. У меня там уже не комара. Ни комара ничего не видно. Поехали. Супер. Супер. Гутте. Супер. Супер. Кутте. Супер. Супер. А что там? Надо посмотреть. Это какое-то может быть с какой-то кинофильм или что-то. Я такого слова не встречал даже. С Богом. С Богом. Пошли. Поезжай. Помнишь, что здесь было? Было только хорошее. Это вы постребите? Да. Он закатался вот. Аааа. Владимир Владимирович, я все сказал. Господь остановил меня. Не временем еще. Да ладно, мы там все же пройдем. Поговорим про поведение. Вы когда выезжаете? Ну, вот сейчас в 6 часов. В 6 часов. На обед, пожалуйста. Сходите. Поешьте тогда. Да, да. Так, Сергей. Идите все. Игнатих, я поблагодарю вас. Спасибо, Христос. Спасибо вам. Уточняйте. Мои двери открыты всегда. Я благодарю. Ну, выделю. Так, кстати. Пожертвование это на обед. На кухне, если хотите, там дайте. Это на кухне. Там кухонная команда есть. Уезжаю с благодарностью. С Богом. Так, если встретиться к вам Дудин, вы ему только скажите, что я постоянно молюсь, чтобы Бог дал ему живьё. Однажды он сказал. Его отношение ко мне никакого влияния на меня не оказывает. Я всегда молюсь о нём. Ну, кстати, он ревнует. У него каждый воскресенье в евангельский час. Его, кстати, выкладывают. Он оставляет, я видел. Да. Ну, ревнует. Он считает. Не позаглаза сказать это дело. Он скажет. И дальше в глаза говорит, податалок. Как люди один... Ну, нет, у нас не так идёт. Мы столько... Вот, пожалуйста. Максим, скажите слово. Там никто нигде не выходит. Ну, почему? Он не может как бы примера дать. Опять долгое молчание. Я говорю, а почему ты не переводишь? Ну, вот он тот, который перед ним стоит. Ну, покажи обстановку. Ни разу не покажет, сколько людей. Ладно, ладно. Это же, что называется, опыт. Дело наживное. И я 15 лет служил, такого и знать не знал. Что у вас тут? Это же, действительно, никто не учит. Книгу-то по миссиологии буквально год-два назад написали. И то там есть к чему прикопаться. Если внутреннего побуждения нет, человека не научишь. Если внутренний у тебя огонь горит, и ты понимаешь, временной жизни, вот у нас когда читали, камеру с моей кепкой, она там лежит, красная. Девушку не допускать, вот она женщина была, она написала правильно. Но другая сказала, настолько тревожная обстановка, а вы сами знаете, как Амфима, не комедист, кассажир. Я останется на эту сторону. У меня тем легко было свалить. Потому что я знаю, насколько события быстро меняются. И поэтому ее допустили до крещения. Времена очень напряженные. К семнадцатому году подходим ведь. Да. Ну мне же что показать вам? Я бы показал голубятник, конечно. Ну, не голубятник. Не голубятник. Они ждут эти фотографы, чтобы обязательно нас голубятник сломать. Всех детей до одного поднял в эту голубятник. Вот он стоит. 9,60 метров. Все. Все. Я тоже буду готовиться. До свидания. До свидания. «Он уносится на чем-то. На чем-то сегодня». «Он уносится на чем-то. »